здравствуйте друзья приветствую всех на канале ирзон game сегодня мы с вами посетим один из серверов нового для меня направления это red dead redemption 2 роли play да да есть и такие сервера и вот один из них red west и вот на примере этого сервера red west мы и будем смотреть что же из себя представляет это направление направление надо сказать еще не очень сильно развитое но обо всем мы поговорим по порядку и начнем наверное с того что данный ролик больше будет нести рекламного направления вот этого сервера red west который я в общем наткнулся совсем случайно чем какие-либо разъяснения по той простой причине что я и сам еще в них особо не разобрался но вот с чем мне уже пришлось столкнуться эта платформа redem сама платформа redem это то же самое что five м только переименовалась все механики взаимодействия все 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 в общем-то взято с five м переименована в redem и тут сервера по red dead redemption 2 роли play естественно сама платформа у меня вызывала всегда какие-то недосказанности какие-то подозрения она мне не нравилась и я понимаю почему она не особо популярна она сложная в управлении она сложное подключение и по крайней мере мой компьютер не видит ее вообще если я захожу в red dead redemption 2 онлайн я включаю счетчик кадров мне показывает 60 65 кадров включаю эту платформу и ее geforce experience не видит вообще не включается не счетчик кадров идет запись как будто я записываю рабочий стол из-за этого идет какое-то падение фпс мне не нравится платформа five я как уже сказал прекрасно понимаю людей которые ее в общем-то не любят по той же причине что кривая работа redem или five м платформы и плохого взаимодействия geforce experience я не смог вам показать начальное меню как она устроена да как мы делаем персонажа своего которая кстати говоря ну надо его переделать потому что сделано все очень и очень некрасиво но именно по той причине что нет никакой индикации я не понимаю идет у меня запись или нет какая частота кадров я ничего не понимаю идет просто запись рабочего стола но так как на рабочем столе расположена вот эта платформа five м он записывает то что он видит он я имею ввиду geforce experience shadow play и для того чтобы вам показать все-таки как выполнено здесь меню персонализации и мне пришлось перезайти пересоздать нового персонажа появится в другом городе в общем то вот вы сейчас видите как здесь это устроено если честно я не очень понимаю почему нельзя было взять механику с red dead redemption 2 онлайн как это выполнено там в кабинете стоим настраиваем персонажа ничего нам не мешает нету никаких ливых сторонних текстур ну а здесь вы видите при том как когда я начал одевать персонажа вообще передо мной появились две бочки как мне повернуть непонятно персонажа крутить можно объекты вокруг убрать нельзя почему бы тогда просто не сделать в чистом поле чтобы ничего нам не мешало но вот почему-то разработчики решили сделать вот таким вот образом ну и там уже наслаивание текстур непоследовательность одежды то есть сначала мы выбираем какую-то хрень потом поверх этой хрени появляется пряжка потом появляются сапоги без штанов потом какое-то выбираем положение пояс а появляется платье убираем положение пояс пропадает вообще все короче говоря чтобы я думаю что еще пока очень и очень сырой проект который просто я бы сказал нуждается просто не то чтобы надо его переделать это просто нуждается в переделках в доработках проект очень сырой я вначале сказал что будет больше рекламного направления проект есть он играбельный заходите играйте но вот на эти вот недостатки придется ну какое-то время видимо потерпеть недостатков в игре очень много в самом начале я сказал это направление еще сырое ну и конечно же хочешь того или не хочешь мы будем сравнивать эту игру с той же самой gta 5 роли плей во первых потому что разработчик один движок один платформа одна и та же все одно и то же но вот как устроено здесь и как устроено там мы и будем смотреть до направления разные роли плей но в разных даже временных характеристиках это все находится в разных промежутках это дикий запад то современность но все равно по механикам по движку по тому как здесь будет сделано взаимодействие придется сравнивать за gta как сделан там как сделано здесь из-за вот этих вот неполадок сожалению я не не записал беседу с администратором здесь администрация встречает новичков объясняет разъясняет потому как ну разобраться здесь очень и очень сложно опять же таки если брать направление в gta 5 роли play на той же самой платформе куда бы вы ни подошли чтобы вы не делали перед вами будет табличка разъяснения тому подобное здесь нихрена еще пока что нету просто смотрим на иконку и интуитивно пытаемся понять что же это такое я случайно взял работу доставщика да здесь есть такая работа я вообще не знал подошел нажал пробел бамс я появился в телеге ну а потом ко мне опять тэпнулся админ с вот такими вот разъяснениями да да слушаю у нас вообще дефицит полиции если вдруг захочешь полицию шрифы было бы неплохо там зарплата капает кони у тебя есть оружие в принципе у тебя халявное там есть и ты можешь в свободное время в принципе заниматься своими делами ну легальными сейчас я подразберусь немножко тут что к чему как почем и уже тогда поговорим ну и вот такое продолжение нашей беседы с администратором я состоялся это единственный кусочек который мне удалось запечатлеть заснять мы разговаривали долго он пытался объяснять разъяснять и он в общем то так делает с каждым кто приходит на проект из этого разговора вы могли понять что на проекте требуется полицейский кстати больше необходимости я заметил в медиках здесь все то же самое я и говорил что нам придется сравнивать это с gta до когда вы умираете нажимаете пробел ну или какую-то другую механику какой они ведут и медик у вас увидит прискачет к вам и вас поднимет но на данный момент медиков нету но к этому мы вернемся позже также нету и полицейских так что я в начале ролика сказал что данное видео больше будет нести рекламный характер поэтому вот есть такой проект где требуется полицейские требуются медики заходите играйте ну и давайте рассматривать дальше как вы можете заметить я взял случайно абсолютно случайно взял работу доставки еды этим мы сейчас и занимаемся и тут уже надо наверное переходить к тому как это устроено ну надо понимать что карта здесь большая а скорости маленький поэтому любое занятие здесь это такое но я бы сказал утомление потому что ехать действительно приходится очень долго лошадь не машина скорости не те расстояния большие ну и как это устроено опять же переходим к сравнению с gta на карте загорелась точка метка туда-то мы едем но проект еще сырой и недоработанный где-то на каких-то рабочих занятий которые сейчас чуть позже покажу все принципе понятно но вот здесь я очень долго например бегал искал а что мне надо делать а вот я привез приехал на маркер а что мне надо делать ходил ходил бродил оказывается надо было на этом маркере чуть-чуть подвинуться вперед буквально на пол сантиметра и все задание засчиталось ну а по экономике я бы сказал это бесплатно я бы так сказал потому что деньги которые мне дали там что-то 8 долларов по моему что-то такое это вообще ни о чем дальше мы пойдем посмотрим на стоимость до цены на этом проекте ну и вы тоже это наверное поймете хотя админ мне заверил что экономика здесь настроена ну будем верить ему на слово если это настроена экономика ну но пускай будет так ну и в этот момент я столкнулся следующей трудностью груз то я привез а вот обратного груза здесь взять нельзя изначально вам не дается ни оружие не лошади кстати вот это бы не помешало вообще дикий запад да у каждого должна быть хоть какая-то кляча но и хоть какой-нибудь ржавый револьвер потому что бегают дикие животные и мне просто ну нечем от них отбиваться даже в ней не на чем передвигаться это та же самая проблема что и на гта когда нету на аренды транспорта да и здесь тоже вот в общем то сталкиваешься с тем же самым что делать то я увидел поблизости есть лесорубка ну естественно бегом пришлось бежать туда лошади у вас изначально нет ствола нету нападут волки или пантера или медведь ну все наверное будет до свидания медиков пока еще нету опять же таких медикам вернемся чуть позже ну а пока бегом до ближайшей точки бежать надо сказать но не близко и выдыхается персонаж тоже завидной регулярностью ну а далее прибыв на точку работы так сказать трудовой занятости мы видим опять же таки ту же самую надо зайцу дать пня не хрен тут бегать ту же самую механику что и на гта ну потому что схожесть движков и естественно все механики и всякие скрипты я думаю и маркеры будут позаимствованы оттуда ну и вот мы видим да то же самое что на gta выглядит это на этой карте глуповато если честно но я так понимаю что другого выхода пока еще нету проекты только начинают развиваться кто-то пытается где-то что-то экспериментировать вот на предыдущем например занятий такого маркера не было да мне пришлось бегать искать и а что же где же мне поставить телегу здесь она есть там взаимодействие через пробел здесь через кнопку enter ну и остальные проблемы те же самые что и в гташки есть анимации анимации свои анимации красивые видите он берет топор проверил его но рубим мы воздух то есть направленности анимации нету где-то мы стоим что-то рубим дерево падает по самой занятости прикольно сделано да нету никаких кнопок взаимодействия не надо писать капчу бегаем точно так же как и в гташки от точки до точки точка а точка б точка а точка б да вот хотелось бы видеть направленную анимацию потому что вот подходя к дереву мы нажимаем кнопку взаимодействия и дальше он начинает рубить что-то но не дерево а что-то вот видите опять да дерево стоит в одной стороне он рубит в другой стороне это потому что вот анимация не прописана в нужном направлении чтобы было антуражно и красиво нужно самому поймать то самое место где в общем то эта анимация сработает я понял что надо делать надо вставать чуть правее от дерева и тогда с помощью этой анимации начинается хоть какое-то правдоподобие да он действительно начинает рубить по самому дереву но это что касаемо анимации это как они прописаны вообще это за рабочие занятия состоит из двух частей сейчас вы вдалеке можете заметить что появилась телега который изначально там не было после того как вы срубили три четыре или пять деревьев уже честно говоря сейчас не вспомню появляется вот эта телега подходим к ней нажимаем опять взаимодействие и тут идет на мой взгляд такая корявенькая анимация потому что рубили мы дерево у него появляется из ниоткуда мешок который в никуда ложат и он в общем то тоже пропадает такая нелепость ну дадим поблажку на то что проекты только начинают развиваться каких-то красивых и хороших и доступных действительно анимации еще наверное нету да и взаимодействие надо поработать над этим всем ну а далее опять то же самое что я уже показывал до едем в ближайший город как я и говорил скорости здесь не как в gta поэтому но это достаточно сложное занятие если честно не буду вас мучить тем как я ехал покажу сразу же вот сюда мы привозим опять стоит маркер до 3 маркером надо привыкнуть к их красоте вот этой вот ну такой в кавычках далее лошадь пропадает нам платят почему-то написано кстати 5 баксов да у меня было 7 стало 10 что-то я здесь не очень понял ну бог с ним ладно но опять сталкиваюсь с тем что обратного то задание нету куда мне идти обратно бежать вот это все расстояние которое я проехал на лесорубку что делать то вот я что-то не особо в этом разобрался может быть я затупил может быть здесь куда-то надо подойти я не понял но лошадь пропала лесорубка далеко что делать бог его знает вообще с помощью администратора вам дается стартовый капитал который он кидает вам на банк для того чтобы его снять надо идти в банк но в этом городе не было банка поэтому я пошел шляться наткнулся вот на такую вот точку и заметьте когда я к ней подошел было написано нажмите пробел чтобы взять охотничью повозку не купить не арендовать не оплатить взять но когда вы нажимаете взять оказывается что с вас списывается 100 баксов которые как я у вы уже наверно поняли да зарабатываются ну вообще нелегко вот так вот просто нажимая одну кнопочку вы теряете сотку баксов и это все повествование я веду к тому что проекты еще сыроватый если на базе gta 5 роли play мы ходим да и выделываемся а вот тут табличка слишком быстро пропадает а вот тут табличка мелко написано а здесь их вообще нету вот вы так вот нажатием одной кнопки можете просто просрать дневную выручку просто потому что ну нет никакого пояснения и я должен оговориться что все-таки пояснение то есть но так как эти проекты только начинают свое развитие все происходит через дискорд во первых на базе redem на платформы та же самая файфм платформа да очень многие проекты заставляют вас подсоединяться к их дискорду не подсоединились к дискорду вы не зайдете на проект это еще один минус этой платформы из-за чего я это ненавижу здесь на этом проекте так как он еще сырой только начал свое развитие практически все что вы хотите знать вы узнаете только на платформе дискорда заходите на их сервер читаете перелистывайте где-то там что-то спрашиваете в самой игре с вами может произойти вот так потому что но нету никаких пояснительных табличек никакого разъяснения здесь нету все не интуитивно и все вот так вот на своих ошибках ну а я же далее чтобы посмотреть какие здесь даются подъемные что-то мне перечислил администратор какая вообще экономика сколько что стоит поехал в город валентайн зашел банк банк выглядит вот таким вот образом подходим нажимаем кнопку взаимодействия какая а бог его знает какая-то я нажал enter далее вот 700 баксов сколько было изначально я не знаю сколько мне удалось просрать на этой телеге там какая-то часть возмещалась но в общем вот банк выглядит вот таким вот образом вписываем здесь количество приходит оповещение о том что с вас списали эти денежки далее идем в магазин вот здесь я не понял почему меню взаимодействия с магазином сделали они свое ведь само Red Dead Redemption ская меню прикольно сделано но они почему-то отошли от него и сделали это вот в таком вот виде что за ствол я выбираю я понятия не имею то есть я должен знать их наименование а я знаю только одно название потому что с этой с этим ружьем я в Red Dead Redemption очень долго играл и настреливал что это остальное я хрену знает я выбрал какое-то не знаю что это за ствол что-то нажал что-то выбрал цены вы видели ну а дальше чтобы посмотреть как здесь устроена охота и здесь надо сказать что здесь очень много выведена в крафт кстати вот такая лошадь откуда-то взялась я не знаю что это такое приехал я на какой-то рыжий оказалось вот такая но здесь не дается вам изначально Даже вот такой вот замухрышки Поэтому, ну, что было, то и было На этом я и поехал Эта скотина орала и плакала всю дорогу Да еще так громко, что просто сил моих больше не было Дальше пошла охота Ну, меня предупредил администратор Что пока еще охота не настроена Они думают, что ввести в крафт Что сделать на продажу Пока еще это идет в размышлениях Сколько что будет стоить В общем, охота пока не настроена Но я все равно решил посмотреть, как это выполнено Мне удалось все-таки поймать на этом осле Догнать и поймать какого-то оленя Кстати, здоровенного оленя Стрелял я в него очень много и часто Не знаю я, что это за винтовка Какая у него мощность, ничего, никакой информации нет Просто берешь, что берешь Ну, в результате я завалил этого оленя Но вот что с ним делать Абсолютно не знаю Если кто-то зайдет сюда поиграть Я еще расскажу, что сервер только открылся И он еще новенький, молодой Все только еще развивается, все настраивается Заходите в дискорд Я не хожу по дискордам, поэтому мне как-то вот Это по барабану Что делать с оленем, которого вы завалили Понятия не имею Вот таким вот образом выглядит здесь крафт Но и в крафте он не появляется И кнопки взаимодействия с ним нету Я не знаю, что с этим делать В общем, если кто-то захочет поиграть Заходите сначала в дискорд Узнавайте у администраторов Пишите, пробуйте Я здесь вам не подскачек Я понятия не имею Ну, а далее переходим к медикам Эта скотина еще и выкинула меня с обрыва Естественно, я окочурился Дается 10 минут На то, чтобы вы вызвали медика Но помните, я говорил, что с медиками здесь проблема Мне пришлось пересоздавать персонажа Потому что лежать 10 минут Потом еще откисать, восстановление Ну, нафиг это надо Я решил создать нового персонажа Вот поэтому я и показал вам, как меню персонализации здесь работает Вот такой вот, в общем-то, проектик В котором, на мой взгляд, еще много недоработок Недочетов, косячков Которые авторы, я уверен, будут исправлять Настраивать Надо понимать, что он еще очень сырой Но если вы хотите поиграть То он открыт Он играбельный Да, вы если зайдете в дискорд И все прочитаете, узнаете То вам будет легче Не так, как мне Здесь еще много в чем надо разбираться Но он есть Он открыт Он играется Здесь есть какой-то уже онлайн Думаю, что в Prime даже будет нормально здесь у себя чувствовать Так что заходите, играйте Получайте удовольствие Ну, а у меня на этом все Спасибо всем, кто посмотрел И всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!